Попалось мне на ютубе видео под названием шок. Куда пропала настоящая Люся? Ролик набрал почти 50 тысяч просмотров, читал комментарии и лишний раз убедился, что необходимо возвращать принудительное лечение в психиатрических больницах. Видео начинается со слов, прошло больше месяца с момента исчезновения настоящей Люськи. На 24 секунде автор видео сообщает, обратите внимание на глаза, у новой Люськи глаза раскосые, внешние уголки глаз располагаются чуть выше внутренних, и имеются большие мешки под глазами. Видели бы вы мое лицо на утро после бутылки коньяка? У меня мешки под глазами как у мопса, а глаза красные, как у кролика-альбиноса. Аргумент с мешками под глазами не прокатывает. На 38 секунде автор утверждает, что расстояние от кончика носа до глаз у старой Люськи меньше, чем у новой. Удивительно, вы когда-нибудь видели вообще взрослых гамадрил? Неужели вам непонятно, что с возрастом у гамадрил нос становится намного больше? 48 секунда видео. Теперь давайте рассмотрим нос. У старой Люськи он более мясистый с бороздкой посередине, у новой же Люськи он утонченный, нет глубокой бороздки посередине. Новорожденные человека и любых животных всегда рождаются сморщенными, со складками и бороздками, которые с возрастом пропадают, потому что формируется костная и мышечная ткань. Это биология за седьмой класс. На первой минуте автор приводит очередной аргумент о подмене обезьянки. Также отличаются и зубы у обезьян. У старой Люськи от переизбытка в рационе углеводов и отсутствия твердой пищи образовался коричневый зубной налет, на передних зубах, у новой Люськи зубы белые, ровные. Не знаю, откуда вам известно, чего было в переизбытке, а чего не хватало в рационе Люськи, но если ей стали давать витамины и твердую пищу, то и зубы от этого могли очиститься. На первой минуте 16 секунде автор говорит, обратите внимание на ушные раковины. У приматов ушные раковины уникальны, как отпечатки пальцев и с возрастом они не меняются. У старой Люськи верхний завиток свисал, сказалась и травма от укуса матери. У новой же Люськи верхние завитки прямые. Ушки у нее, можно выразиться, стоячие. Кто вам сказал, что с возрастом уши не меняются? Все ровно наоборот. Толщина эластичного хряща увеличивается соответственно возрасту, объемная плотность эластичных волокон уменьшается с возрастом почти в два раза. Это очень хорошо прослеживается у собак, у них уши с возрастом становятся стоячие. Костная и хрящевая ткань новорожденных мягкая, поэтому кончик уха с возрастом выпрямился и уши стали более жесткие. Главный аргумент автора, что Люсю подменили. Новая Люська левша, а старая была правшой. Вот вам кадры, где, как вы говорите, старая Люська ест левой рукой, а новая наоборот правой. Вы понимаете, что такое обезьяна? Ей не нужно письма писать и учиться в школе. Обезьяна может и ногами брать предметы. Если уж на то пошло, то часто даже среди людей правши с возрастом становятся левшами, и наоборот. До встречи!